Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов и Бутик Политик. Сегодня 9 сентября 24 года, понедельник. День насыщенный информационно. Таким и должен быть в этой передаче. У нас несколько больших историй для первого сегмента. Постараюсь все впихнуть в него. И одна большая история для завершения сегодняшней передачи. Значит, истории для первого сегмента. Это израильская атака по иранским военным объектам в Сирии номер 1. Иорданский солдат, застреливший трех поселенств израильских на Аленби мосту. История номер 2. Проблема уж тоже разделяет Египет и Хамас с одной стороны. И Израиль, США с другой стороны от заключения сделки по заложникам номер 3. И четвертое ливанское направление. Постараюсь все как бы очень так компактно уместить туда. Очень постараюсь. Вот. И последняя на сегодня история номер 5. Это история господина Гонсалеса. Как многие верят, человека, который победил на президентской выборах в Венесуэле, которому пришлось бежать уже в Испанию. И там он уже получает статус политического беженца. Опять же, в контексте провалов администрации или потенциальных провалов администрации на внешнеполитическом направлении, я хотел бы этот момент проиллюстрировать в кучу в дополнение к Хуситам и к Гаити и многим другим моментам. Вот. Очень важно это обязательно обозначить. Такой план. Как со мной связываться, вы знаете. Мой канал на Ютубе очень просто найти. Кирилл Задов набираете. Находите канал, подписывайтесь. Там много архивов. Очень большой архив. Под 800 передач. По полчаса они без рекламы, без музыки. Уже чисто просто монологом. Иногда с интеракцией тоже. Вот. Поэтому, добро пожаловать. Там можно комментировать, ставить лайки, шерить это дело. Это поднимает программу в рейтингах, увеличивает количество подписчиков. Канал не монетизирован. Так что наслаждайтесь. Вчера поздно вечером Израиль атаковал несколько объектов на сирийской территории. В самом факте подобных атак нет ничего нового. За последние 11 лет примерно мир к этому привык. Мы к этому привыкли тоже. Мы это видели много раз. Сам факт того, что эти атаки происходят, показывает, на мой взгляд, что деконфликтинг механизма продолжает с Россией работать. Вот. Несмотря на то, что некоторые израильские ракеты были сбиты по сообщениям не только сирийских фрез массовой информации и про иранских, но и западных, что некоторые ракеты были сбиты, израильские. Тем не менее, никаких, пока, по крайней мере, я не слышал никакой реакции с российской стороны. Кстати, с иранской стороны реакция была. Было уничтожено несколько целей на земле, в том числе МСЯФАТ, исследовательский центр, в котором по израильским утверждениям разрабатываются ракеты «Земля-Земля» иранские, которые используются. Ну и, опять же, уничтожены, выполнены поставленные задачи по уничтожению конвоев и складов с оружием. Все сайты, по которым был нанесен удар, были военными сайтами. И идея этих ударов, которые сильно расширились с 7 октября с началом военной операции в Газе, идея расширения этих операций была подчинена только одному, на самом деле, одной цели. Они могли обрезать из Бали поставки вооружений и боеприпасов из Ирана, которые идут, естественно, через Сирию, потому что Сирия и Ливан достаточно длинную между собой границу имеют. И это все как бы часть северного шиитского полумесяца, который Иран достаточно долго строил, пользуясь арабской весной в том числе. Это одна из причин, почему Иран считается главным бенефициаром того, что называлось арабской весной, которая шла с 2011 года. И до сих пор, исходя из сирийской сегодняшней ситуации, нельзя ее считать законченной. Сам Башар Асад пока никак не вовлекался, и Сирия никак не вовлекалась в войну Израиля против Хамаса, учитывая, что на самом деле с Хамасом там отдельная большая история. Хамас, у Асада свои отношения с Хамасом, потому Хамас был вызван из Дамаска во время, при начале сирийской гражданской войны, потому что Хамас, естественно, будущие идеологические братья мусульманами в то время, да, сейчас уже это не совсем так, но в то время, по крайней мере, боевое крыло декларирует те же самые цели, что декларировал Асад в какой-то момент. Хамас поддержал сирийское восстание против Башара Асада и, соответственно, был вызван из Дамаска, и очень много времени заняло, на самом деле, чтобы хамасские представители вернулись в Сирию. Вот, на ту территорию, которая подконтрольна Башара Асаду, напомню, не вся Сирия подконтрольна Башара Асаду, регионы, либо до тех пор под контролем, большой кусок земли под контролем турецких вооруженных сил, где находится основная масса оппозиции. И есть Курский регион, да, в котором, опять же, армия Асада периодически входит в столкновения боевые с курдскими подразделениями, и также там идут боевые действия против Исламского государства, против которого также воюет Башара Асад тоже, потому что Исламское государство является врагом для всех участников вышеописанного, как бы, процесса, вот, и продолжает оставаться активным, и эта активность, кстати, возрастает, но это не тема сегодняшней передачи. По поводу ИГ мы поговорим в какой-нибудь другой раз, может быть, на этой неделе, если, не дай бог, будет какой-то для этого повод. Пока, как бы, повода нет, слава богу, и можно пока оставить в стороне. Значит, 16 убитых, 36 раненых в результате этой израильской атаки по сирийским сайтам. Израиль достаточно аккуратно себя ведет последние, несмотря на то, что операции против удары, наносимые по сирийской территории, по иранским объектам там и целям расширены, и Израиль не стесняется убивать иранских генералов на сирийской территории. И активистов разных боевых групп палестинских на сирийской территории. Тем не менее, он очень осторожен в том, чтобы не наносить удары по густонаселенным местам, чтобы не было потерь среди гражданских больших. И, опять же, надо помнить, что на сирийской территории находятся российские войска. И, может быть, этим тоже связано то, что никак осад не вовлекается в военные действия, военные силы никак не противостоит войне Израиля в Газе. Но, опять же, его территория является транзитной для поставок Хизбаля, что делает для Израиля задачу прерывания этого потока вооружений. Одно из главнейших, чтобы у Хизбаллы, в принципе, не было прямого канала получения вооружения. Задача эта, на самом деле, невыполнимая полностью, но затруднить эти поставки, да, можно, то, что Израиль делает. И, опять же, повторюсь, сам факт того, что этот удар был нанесен, причем такой массированный, показывает, что определенный механизм деконфликтинга между Израилем и Россией, да, работает, несмотря ни на что. Опять же, по какой причине, вы спросите меня, почему? Да, и такой же вопрос точно задает Иран. Почему? Потому что Россия, на мой взгляд, опять же, здесь, ну, это не только мой взгляд, многие эксперты это говорят, что Россия активно в Иран, хозяйничающий в Сирии, совсем не нужен. Вот, то есть, опять же, Россия и Иран не союзники, у них совпадают часто интересы, особенно в последнее время с началом украинского конфликта, да, но при этом войны, но при этом есть моменты, где они, да, взаимодействуют, есть моменты, где они, нет, не взаимодействуют. И также, относительно Хизбаллы, Хизбалла не является никак союзником России, это надо все время помнить, у России с Хизбаллой свои счеты, которым достаточно много-много лет. Я так понимаю, что это проблема до сих пор с убийством российских дипломатов, когда так до сих пор не разрешилось. Вот, Хизбалла, они все-таки беспредельщики, я так понимаю, по российским понятиям. Ладно, это сейчас не главный момент, сам факт того, что, несмотря на то, что фронтов много, давайте их перечислим, помимо Газа, есть еще Иудея Самария, есть еще Ливан, да, есть еще Хуситы, по которым иногда надо лупить. Вот, ну, правда, пока Израиль этого не делает после того удара, но, может быть, скоро потребуется. Несмотря на все вышеперечисленное, Сирия остается приоритетным направлением военной активности, и никакое вовлечение израильской армии и авиации на других фронтах никак не снижает накало. И географии ударов по сирийской территории, иранским там объектам, это хорошо. Вот, то есть, Натаниягу как бы здесь абсолютно на коне, делает то, что он должен делать, и это продолжается уже много-много-много лет. Это очень хорошо, вот, с точки зрения как бы израильской безопасности. Опять же, может ли это в какой-то момент ситуацию перевернуть, теоретически все может быть, но, то есть, может ли Сирия вовлечься в такую войну, не думая, что это в интересах крупных игроков, которые на сирийской поляне играют. Даже если бы Иран этого хотел, сейчас не то время, и для осада не то время, и для его вооруженных сил не то время, и ему есть чем заниматься. Вот, учитывая, что, опять же, Голланы остаются, то есть, вариантов, что вдруг в какой-то момент израильские Голланы вернутся под сирийский союзнивертет, такого ситуации, она же невозможна, эта ситуация, правильно? Поэтому и смысла ему особо вовлекаться во всю эту историю нет, учитывая, что те неформальные игроки, в данном случае я имею в виду Хамас и Хизбау, которые есть, они, ну, Хизбау, конечно, его союзник, и помогал ему остаться в власти. Хамас, на самом деле, не союзник Башар-Рассада, только что, по-моему, мы этот момент прояснили. Пошли дальше. Очень важная история, опять же, вчерашнего дня, это стрельба на мосту Алимби, на переходном, главном переходе между Иорданией и Израилем, который охраняется, с одной стороны, иорданской армией, с другой стороны, израильской. Вот, это главные, на самом деле, ворота между Иорданией и палестинской автономией, которые теперь закрыты до следующих распоряжений. Напомню, напомню, для тех, кто не в курсе, что между Иорданией и Израилем существует мирный договор 1904 года, подписанный еще Рабиным и королем Хусейном, отцом нынешнего короля Абдаллой II. По этому договору, это такой достаточно серьезный мирный договор, предполагающий, кстати, и экономическое сотрудничество, которое происходит до сегодняшнего дня. И понятно, учитывая примерно трехмиллионное население палестинской Иордании, разные есть цифры, некоторые считают, что 65-70% населения Иордании это палестинцы, которые оказались там в 1947 и в 1967 году, соответственно, двумя большими вливаниями. Потом было большое выливание из Иордании палестинцев в Ливан 70-го года после неудачной попытки мятежа и убийства короля Хусейна, попытки покушения, да, и подавления действий Черного Сентября в 1970 году и так далее, которое в итоге привлекло на ливанскую территорию этих палестинцев в большом количестве, несколько сот тысяч человек, которые нарушили ливанскую этническую, этнически-религиозно-конфессиональную карту полностью, пакт 43-го года полностью разрушили, и в итоге это привело к ливанской гражданской войне с 75-го по 90-й, которая шла, вот. И нынешний сегодня паралич, на самом деле, ливанской политической системы частично вызван и последствиями, и решениями той гражданской войны, да, с 75-го по 90-й год. Ну и, соответственно, появление Хизбаллы, ее укрепление и превращение в ведущую ливанскую политическую и боевую силу, это все последствия, как бы, той гражданской войны тоже, и, естественно, израильского вторжения в Ливан 82-го года. В общем, все, кто знаком с историей региона, это знают все, я просто на всякий случай, потому что не все знакомы с историей, я освежаю в памяти людей. Теперь, то есть, как мы понимаем, что мы находимся сейчас, мысленно, в регионе, который совсем неспокойный, взрывоопасный, и некоторые государства в этом регионе находятся на грани тотального падения и сваливания опять в гражданскую войну, в частности, ливан. Именно поэтому этим объясняется, обуславливается, вот я вчера смотрел на Аль-Жазири интервью, несмотря на основные дела, Ливан, например, не уложилось его имя в голове, где он говорит о том, что Ливан, конечно, не заинтересован ни в какой войне, ни с каким Израилем, само собой, то есть, на государственном уровне, в ранге министров, как бы, люди понимают, к чему это приведет, но это же никак на Хизбаллу не влияет, правильно? Вот, по крайней мере, в публичном пространстве, и Хизбалла продолжает делать то, что она делает. Значит, сейчас вернемся к Хизбалле и к Ливану. Инциденты на границе между Иорданией и Израилем, вот такие, какая сегодня произошла, вчера, простите, произошло, да, стрельба, значит, водитель трака достал 9-мм пистолет и стрелял в израильтян там на мосту, убил троих. Он оказался, имя его называется, не хочу, зачем его называть, нет смысла, но он иорданский солдат, он иорданский военнослужащий, на самом деле, опять же, не знаю его этническую, то есть, его племенную принадлежность, является ли он палестинцем, или он является бедуином, как бы, да, то есть, как бы, основной массой, другой части населения Ордании, да, это мне неизвестно. Ну, понятная, какая причина, по которой он это сделал, предварительное расследование неорданских властей, естественно, они, наверное, начали расследование, предварительное расследование говорит, что он одиночка, что у него не было сообщников, попал он, как водитель трака, на этот переход, с оружием, видимо, потому что все-таки военнослужащий. Если он в итоге, в результате проверки выяснит, что оружие он там не имел права иметь при себе, вот, что вполне возможно, и так и есть, не имел, это провал, как бы, иорданской стороны, тогда должны быть какие-то моменты после этого последовать. Но, опять же, риторика с израильской стороны очень осторожная, с иорданской стороны достаточно тоже, несмотря на то, что, понятно, иорданское руководство, в частности, король, подвергается большому давлению со стороны народных масс, сразу после начала израильской операции в Газии, и много критиковал способ, которым Израиль военные действия ведет. Требует иорданский король в публичном пространстве, мировом информационном, тотального оружейного эмбарго для Израиля, понимая при этом, что такое оружейное эмбарго для Израиля подрывает основы иорданской безопасности. Напомню, что, на самом деле, де-факто, гарантом иорданской безопасности являются Соединенные Штаты Америки и Израиль, потому что, как это и было в 70-м году, кстати, да, Израиль спас нынешнюю монархию, сегодня жизнь обдавал второй, на самом деле обязан своей жизнью только Израилю, который в 70-м году остановил сирийское танковое вторжение в Иорданию со стороны Дамаска, которое было. И только благодаря израильской эскадрилье, которая над сирийскими танками низко-низко прилетела, это дело было остановлено. Сирийские танки развернулись и пошли назад. Вот, это надо помнить, потому что Хафа Саласад, отец нынешнего сирийского президента, хотел поддержать Черный Сентябрь, палестинскую причину, но решил, что война сейчас, это через 3 года прошло 67-го происходило, да, не входит в его интересы, он еще к ней к полномасштабной войне с Израилем не готов, поэтому сирийская помощь не подоспела. Палестинцам и в итоге восстание было достаточно жестоко подавлено, много палестинцев было убито и многие убежали. Ну, естественно, многие и остали, которые Черный Сентябрь не поддержали или просто не хотели убегать. В общем, ситуация непростая, опять же, народные массы в Иордании требуют немедленного разрыва типа отношений с Израилем, отказа от мирного договора, отказа от сотрудничества. Убийство трех евреев на мосту Алимби вызвало большое ликование в определенных иорданских кругах. Раздавали сладости на улице, как это водится у наших врагов. То есть, с народной стороны понятно, что подобные акции имеют поддержку. По опросам, напоминаю, всегда есть статистика, 98% иорданского населения высказывают прямо антисемитский, антиизраильский сантимент. Вот, это надо тоже знать. То же самое касается, кстати, Египта, за исключением христиан, которых опросов среди коптов я не видел. Но опросы среди арабского населения, мусульманского, точнее, населения Египта, да, они, естественно, против Израиля и очень антисемитский, антиизраильский настроены. Поэтому у руководства как Египта, так и у иорданского руководства есть определенные проблемы, да, продолжать с Израилем определенные отношения. Кстати, что является, как я понимаю, основной причиной того, как мне кажется, да, почему Египет выступает так сознательно и активно против того, чтобы израильские войска даже на первом этапе сделки с Хамасом по обмену заложниками на заключенных, да, палестинских, чтобы и прекращению огня первого шестинедельного этапа, чтобы израильские войска оставались контролировать Филадельфийский коридор. 9-мильный кусок земли, 100 метровый в ширину, 9 метровый в длину, 9 миль, это 14 километров. Да, примерно. Да, 14-километровый в длину и 100 метровый в ширину коридор, через который проходила вся, на самом деле, подпитка Хамаса все время, пока израильтяне, простите, не пришли Еврофах и не зали этот коридор под контроль, и начали вскрывать эти тоннели, убивать там, как бы, самих террористов, взрывать их, засыпать их. Вот, Египет категорически против любого израильского военного присутствия и хочется, чтобы уже на первом этапе и не было там израильтян. То же самое, естественно, хочет Хамас, по понятным причинам. Причем Египет рассказывает, что у него есть электронная система, он готов построить там барьер специальный с электронными датчиками, и информация с этого барьера будет идти израильтянам тоже, говорит Египет. Хочешь спросить, а чем же Египет занимался все то время с 2007 года, когда Хамас получил контроль над сектором газа? И когда Израиль и Египет блокировали Хамас, почему же они не контролировали поток поставки контрабанды всех этих, да, этот подземный хайвей, который функционировал постоянно, почему же они этого не делали, и почему сейчас они так сильно настаивают на том, чтобы израильтяне оттуда ушли немедленно, что препятствует, естественно, заключению сделки, потому что Хамас не может же быть более мягким, чем позиция Египта, да, который, на самом деле, не друг Хамасу, по идее, с одной стороны. И с другой стороны, прямо-то подозрить, что самое высшее египетское руководство, в частности, Абдель-Фатах Аль-Сиси лично наживается с этой контрабандой, мне сложно себе представить. Ну, это как бы, ну, понимаете, есть вещи, которые для главы государства, которые уже достаточно давно глава государства, и которые зарабатывают совсем других вещей, да, есть все-таки Суэцкий канал, который, типа, акционерное общество и акции, которого принадлежат египетскому, как бы, египетской офицерской аристократии традиционно, да, есть еще там другие моменты из производства сантехники, в Египте было, по крайней мере, до арабской весны, есть производство египетского хлопка знаменитого, все это, как бы, продается, по миру, по всему, и это, как бы, те виды бизнеса, которого египетская военная верхушка зарабатывала традиционно, плюс, естественно, туризм, и я так понимаю, что все эти отели в Шарм-эль-Шейхе и в Хургаде, которые огромную туристическую привлекательность имеют для всего мира, а понятно, что египтяне там, военная элита имеет с этого доход, то есть, еще сказать, что высшая военная элита, аристократия египетская новая, вот это, да, ну, новая, в смысле, после Второй мировой войны, которая появилась, что она постнасеровская, да, неважно, что она зарабатывает с контрабанды оружие для боевой группы, которая идеологически, на самом деле, противник нынешней египетской власти, в том числе, это очень странно, я не могу себе этого представить, правда, то есть, это, как бы, контринтуитивно, поэтому, значит, единственная причина, по которой я представляю себе, что Египет так категорически против израильского присутствия в филадельфийском коридоре, это, все-таки, общественное мнение, да, и ненависть к Израилю и к евреям, среди египетского населения, и не пользуются поддержкой простых египтян, которые, все-таки, создают легитимацию для нынешнего египетского режима, да, который, естественно, фактически диктатура, давайте скажем правду, вот, возвращение, как бы, времен Мубарака и Саддата, то есть, это не демократия, естественно, и, ну, какой бы он ни был диктатор, Абдул-Фатах Аль-Сиси, например, да, так как большинство населения его поддерживает, ну, по крайней мере, так, которые не братья-мусульмане, давайте скажем так, то явно совершенно настроения этого населения должны Абдул-Фатах Аль-Сиси учитываться, правда ведь, вот, я уж про братья-мусульман вообще не говорю, при Мурсе мы видели, что происходило, как иранские корабли проходили через Суэцкий канал, выходили в Средиземное море, ну, что, блядь, а мусульмане всегда с ираном заигрывали, это традиция такая, вот, поэтому, ну, Абдул-Фатах Аль-Сиси, все-таки он в Саудовском блоке, да, и, с одной стороны, как бы, он, может быть, и понимает, что то, что Израиль и Соединенные Штаты в мире, кстати, с этим согласны, байденовская администрация согласна с тем, что Израиль не должен на первом этапе оставлять Филадельфийский коридор, и по американскому предложению, по последнему, по крайней мере, сейчас будет новая опять, да, по прекращению огня, и по американскому предложению, израильские войска должны уйти только из густо населенных районов, и Филадельфийский коридор, это единственное место, где они в Рафахе, то есть такое, где рядом большая группа, очень населенный Рафах, это очень сильно населенный город, да, но, в любом случае, это то место, где израильские войска могут оставаться по американскому пропозу, ну, и понятна израильская позиция, что, как бы, если бы Египет мог остановить поток контрабанды, он бы это делал и раньше, и то, что сейчас говорит Египет, абсолютно неконструктивно, и обычно, всегда, традиционно, все такие разногласия между Израилем и Египтом решались за кулисами, но в этот раз не решаются за кулисами, вот же, что удивительно, Египет, опять же, говорит, что присутствие израильтян в Филадельфийском коридоре является угрозой к МДВСКИМ соглашениям 79-го года, что, конечно же, чушь, то есть присутствие израильских войск в Филадельфийском коридоре временное, по крайней мере, является угрозой, а израильское военное участие в уничтожении на Синае Исламского государства по просьбе Египта не являлось такой угрозой, то есть прямые акции израильской военщины, да, израильской авиации, вертолетов и F-16 на Синаевском полуострове для уничтожения ИГЭ, они не являлись угрозой, а просто присутствие небольшого военного израильского контингента в Филадельфийском коридоре является. Немножко противоречит элементарной формальной логике. Ладно, оставим тоже это в стороне. Пока вот такая ситуация. Ждем следующего предложения, как, может быть, американцы могут это разрулить. Еще сделка не похоронена. Пока вот на этой неделе, скорее всего, будет какой-то прогресс. Дальше. Теперь по ливанской ситуации. Все больше и больше голосов израильских военных экспертов, генералов, политических крупных фигур, типа Бенни Ганса, кстати, говорит о том, что надо немедленно начинать военную операцию на севере полномасштабную. И, слыша Галанта, министра обороны, хочется сказать, что, похоже, назревает. Опять, да, то есть опять как бы в момент в военно-политическом эстеблишменте Израиля сейчас подходит тому, что требуется действовать. Ну, слишком давно уже все это происходит. И явно совершенно Кизбаба не прекратит делать то, что она делает. И сама она, конечно же, за летание никуда не уйдет. Вот. Я так понимаю, главная загвоздка – это поддержка Вашингтона. Вашингтон должен дать добро. Почему? Потому что Израиль не производит достаточно боеприпасов. Мы уже были через эту историю много-много-много раз. Надеюсь, что на этой неделе это произойдет. По-моему, сейчас Бенни Ганс в Вашингтоне находится и агитирует агрессивно. Вашингтон, сказать, как можно скорее, да. Отношения у него с Салливаном и Слойдом Остином приличные, кстати, очень. И в контакте они постоянно. Так что будем надеяться, что Вашингтон рано или поздно кивнет головой лучше раньше, чем позже. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 9 сентября 24-го года. Понедельник. Венесуэла. Ну что ж, два раза на одни и те же грабли. Причем первый раз на эти грабли наступили при предыдущей администрации. Вот. Там Гуайдо победил, типа, или не победил, может быть, но потом объявили, что Мадуро, короче, нелегитимен, Гуайдо легитимен, Евросоюз его признал, все вы это помните, и Гуайдо в итоге покинул Венесуэлу. Сегодня президентский кандидат Эдмунда Гонсалес, вчера, точнее, Эдмунда Гонсалес, который 75-летний отставной дипломат, Карина Мачадо не могла. Главная оппозиционная фигура участвовать в выборах, ее участие было с точки зрения венесуэльских правил последних нелегитимным. Вот, ее не допустили, короче, к участию в выборах, но выдвинули Эдмунда Гонсалеса и договорились с американцами, что вот, значит, санкции с нефтяного сектора венесуэльского снимаются, что как бы хорошо для американского нефтяного, вообще для нефтяного рынка мирового и американского в частности, точнее, для цены бензин, которые очень важны, особенно в год выборов. Это как бы важно. Я говорю об этом, я не могу спокойно об этом говорить, потому что это правда. Не с одной стороны смешно, с другой стороны очень грустно. Да, потому что договорились с Мадуро, что он как бы проведет честные выборы. Ну, честные, да, проведет выборы. Вот, и думали как бы, что, что бы там ни было, ведь, как говорил Сталин, главное, как посчитать, правда? Вот, значит, что после этого как бы, судя по настроению венесуэля, администрация, видимо, решила, что победит, как бы, Гонсалес, и таким образом Мадуро потеряет власть, или, по крайней мере, после объявления тех результатов и объявления Мадуро президентом, он пойдет, как бы, на диалог с оппозицией, и, значит, по крайней мере, этой властью делится. Ну, то есть, как бы, пустят какие-то демократические процессы внутри, вот, какое-то будет соглашение, там, Гонсалес получит после премьер-министра и начнет активно реформировать Венесуэлу, ну, что-то такое, вот, короче, вся эта красивая демократическая сказка, вот эта вся. То есть, они реально, пацаны, на голубом глазу в нашей администрации, Салливан, кто там в этом участвовал, в этой красоте, не знаю, кто, стесняюсь спросить, но, вообще, это не Деск Салливана, и в Госдепер есть, как бы, человек, который отвечает за Латинскую Америку, а не знаю, кто это, сейчас затрудняю сказать, но мои аплодисменты в данном случае, потому что человек, который на голубом глазу считает, что Мадуро вот так вот, вот таким вот способом отдаст, просто власть и уйдет, или просто ей поделится, это, ну, как бы, не совсем реалистичное мышление. Я сейчас подбираю самые мягкие возможные слова всей этой истории. Вот, короче, начались протесты, естественно, потому что по экзит-полам 83%, то есть, на каждых двоих проголосовавших за Гонсалеса только один человек голосовал за Мадуро. Да, то есть, если Гонсалес набрал 7,3 миллиона, то Мадуро набрал 3,3 миллиона голосов всего по стране. Представьте себе такая история, вот. Но это не помешало ему быстренько объявить себя через Конституционный суд президентом, запретить все остальные разговоры по этому поводу, и все протесты, значит, разместить 2000 национальной гвардии и контрразведки на улицах. Я так понимаю, что кубинцы продолжают советовать Мадуро, как правильно заниматься контрразведкой, вот. И, в общем, аресты начались, несколько тысячек арестовано было уже, как раз пару тысячек арестовали, 20 человек убили за этих протестов. И вот позавчера и несколько дней назад Тарик Сааб, это генеральный прокурор, кстати, Венесуэлы, вот, интересное имя, запомните это имя, потом пригодится, вот, он выписал ордерный арест Гонсалеса даже, вот, и, соответственно, сам Гонсалес с момента, с 1-й день уже после выборов получил приглашение находиться в доме в резиденции посла Голландии в Венесуэле, где он и находился все это время, его не могли трогать, конечно, потому что резиденция посла пользуется иммунитетом, но он высказал желание, после того, как у Астала известна ордерный арест, он высказал, уже выказал желание уехать все-таки в Испанию и оттуда продолжать, значит, это была операция согласия, кстати, Мадуро самого, да, Гонсалес покинул Венесуэлу вчера, это было сделано испанским военным самолетом, и он прибыл в Испанию на военную базу, да, уже вчера же прилетел туда, и это достаточно серьезное событие, то есть, надежда венесуэльской оппозиции полностью все на этом, как бы история завершена, они, конечно, еще могут пытаться дальше противостоять у Мадуро, пытаться что-то какое-то создать, какой-то хайп здесь, но это все бесполезная история, и только они потеряют людей, и еще тысячи людей будут арестованы. Короче, эксперты все, как один, говорят, что на этом, как бы, история венесуэльских выборов закончилась. Мадуро укрепляет власть, и все больше и больше, и ни о каких разговорах даже, о том, чтобы этой властью делиться, не может идти речи, никаких. Поэтому дальше перед американской администрацией опять встает та же самая проблема, значит, сейчас, какая была, помните, при Гойду. Вопрос, что будет дальше делать администрация? Ну, наблюдая за трендом того, как вообще кризисные ситуации американская администрация решает по всему миру, наблюдая за хуситами, наблюдая за Гаити, все вышеуказанные на той неделе тапики, которые мы обсуждали, вот, сказать, что прям вот эта администрация сейчас будет заниматься свержением Николаса Мадуро, я не могу никак сказать, я думаю, что любой человек в здравом уме такое не произнесет. Вопрос, кого они, ну, они тут пытаются сейчас, они там два самолета Мадуро уже арестовали, пригнали их во Флориду, вот, его частных, ну, его как бы, его небольших этих самолетов, которыми он может перелетать. Это, опять же, для Мадуро как, я не знаю, пылинка, это вообще ни о чем, вообще ни о чем. Разговора, кстати, администрация о возобновлении станции профильного сектора Венесуэлы даже не идет. То есть администрация понимает, что сейчас, как только она это сделает и отрежет Министерскую нефть, опять же, с американского рынка, не знаю уж, сколько она ее сейчас получает, но сейчас у администрации период заполнения резервов, кстати, вот об этом на экономические новости все время твердят, что уже неплохо закупились и будут продолжать закупаться для того, чтобы, мало ли, что дальше, надо резервы иметь заполненными. Вот, сейчас не время, короче, пока администрация закупает резервы и накладывает санкции, совсем нет, и пополняет резервы, да, и поэтому, а если нефтяную нефтянку Венесуэльскую не санкционировать, то что же тогда остается-то? Вопрос, на ком сейчас сосредоточится администрация? На самом Мадуре или все-таки на его главных официальных его министрах? Вот, и опять же, эти санкции американские для его чиновников, они, ну, ни тепло, ни холодно, не знаю. Короче, опять на те же самые грабли, ребята, на одни и те же грабли, но сама по себе мысль о том, что Мадуре вот так вот в результате каких-то непонятных выборов, каких-то закорючек, которые в бюллетене кто-то будет ставить, будет отдавать власть. Это прям, ну, фантастика, на мой взгляд, фантастика. То ли наивность, то ли абсолютный нигилизм этой администрации вызывает просто мое восхищение. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра.